привет дорогие друзья и гости моего канала цветочный сад у аленушки вот и настало время черенковать петунию сохранить ее вегетативным способом для того чтобы она послужила в дальнейшем на маточным кустом сегодня я буду брать с некоторых растений черенки укоренять все это покажу вам сегодняшнем видео если интересна тема оставайтесь смотрите конечно вегетативную петунию мы обязательно сохраняем так как она размножается только черенками а семенную петунию я буду некоторые сорта сохранять для того чтобы не тратится во-первых на семенах но сохранять вам семенную петунию или нет это решать вам так как для того чтобы сохранить ее весь сезон необходимы определенные условия для того чтобы черенковать петунию я приготовила само растение которого буду брать черенки вот такую емкость общую которых расположены 100 граммовые стопочки с грунтом емкость я покупала в магазине фикс прайс там их большое количество можно выбрать по любому вкусу но я брала вот такое глубокое для того чтобы когда будет внутри собираться конденсат с крышки конденсат не прикасался растений стопочки обязательно с дренажным отверстием крут я уже насыпала маркер для того чтобы подписывать сорта петунии грунт чем буду я смачивать буду я это делать из поливизатора которым буду разводить стимулятор роста hb101 если у вас такого стимулятора нет можно использовать любой энерген циркон и буду также макать свои череночки в корневин ножницы обязательно протерла спиртом ну и конечно само растение которое я буду черенковать хочу сказать по поводу грунта который насыпан стаканчики его можно использовать любой но главное чтобы он был у меня покупной чтобы он был легкий воздушный воздухопроницаемый влагопроницаемый чтобы не было застоя влажности тогда черенки хорошо укореняться вот такой грунт цветочной терабита живая земля в нем я буду корень и можно применять любой грунт и главное чтобы был он легкие воздушные здесь есть частички агроперлита можно в торфяных таблетках то есть если вы в чем-то привыкли укоренять в чем вам нравится в том укореняйте но я вот привыкла к этому грунту в нем я и буду укоренять и так развожу я стимулятор роста hb101 если есть и пин можно и пин если есть циркон циркон энерген обычно используется hb101 одна капля на 1 стакан воды но мне примерно вот в этой емкости два стаканчика поэтому я буду использовать две капли этого препарата итак закрываем закрываю свой распылитель обязательно встряхнуть хорошо первую ошибку которую допускаем часто мы когда они не укореняются или гниют это перелив то есть мне всего лишь три опрыскивания надо для того чтобы промочить грунт ни в коем случае не проливаем чтобы там была как трясина болота сверху нам не нужно чтобы черенок полностью был там водянистый такой субстрате водянистом делаем просто поверхностное опрыть опрыскивание это очень главный нюанс при куренении черенков при переливе они сгниют то есть мы еще накроем обязательно крышкой будет собираться когда цад грунт переувлажнен и конечно черенки могут сгнить поэтому не сильно проливаем желательно из поливизатора сделать опрыскивание и чтобы грунт был совсем слегка влажный теперь берем черенки какие черенки взять они обязательно должны быть мягкими если черенки одревесневшие они конечно могут не укорениться или маленький процент того что они укоренятся у меня это растение было уже пострижено поэтому я конечно же беру мягкие череночки которые уже пошли рост по второму кругу и они конечно же с бутончиками но бутончики я буду обрезать и нижние листочки сейчас конечно я камеру пока что отключу так как не у не удобно одну руку снимать и вам показывать что я сделаю я срежу бутончики и обрежу нижние листики уже покажу вам готовые череночки которые пойдут на укуренение вот такие готовые череночки получились нижние листочки и обрезала и обязательно обрезаем бутончики потому что если мы не обрежем бутоны то растение будет тратить силу на формирование бутонов и на цветение А нам нужно, чтобы растение тратило силу на образование корневой системы. Черенок опускаем в корневин. Лишний корневин я стряхнула. Опускаем в субстрат. И обязательно надо примять основание, чтобы не было между черенком и между грунтом пустоты. Чтобы наш черенок лучше укоренился, лучше стала развиваться корневая система. Поэтому не забываем, после того, как пустилен черенок грунт, примять его. Примять, как бы соединить с субстратом. Сегодня я буду черенковать несколько растений. Обязательно вам покажу в проложении этого видео. Ну и еще один черенок. Этот сорт тумбелина. Мне он очень понравился. Рассветки махровые. И, конечно, обязательно хочется его сохранить. Поэтому три черенка из этого растения взяла. И теперь останется мне подписать обязательно, что это за сорт маркера. Стопочки с черенками я подписала. Тумбелина, Белинда. Можно, в принципе, было и белым маркером. Но белого нет. В принципе, черный виден. Далее, когда они уже пустятся в рост, разрастется корневая система, начнет расти надземная часть, то большую емкость давать и все равно надо будет подписывать. С этого растения можно было взять множество черенков. Но три даже вполне можно было и один череночек взять. Но я на всякий случай, мало ли, может быть какой-то выпадет. Поэтому три вполне достаточно для меня. Откуда же взять черенок у растения, если, допустим, была произведена стрижка поздно? Или вообще не проведена стрижка была? Вот такая питония серия фанфара. Я тоже хочу с нее взять черенки. Но так как стрижка была проведена не очень давно, и, конечно, череночки, они совсем еще маленькие. Листики, посмотрите, маленькие. То есть у этого растения есть черенки, но им надо время подрасти. В прошлом году я черенковала до середины сентября, поэтому спешить не буду. Дам растению подрасти, чтобы хорошо сформировался черенок для укоренения. Этот сорт тоже буду черенковать, но попозже. У меня есть еще вот такие вот растения, которые в горшочках в литровых растут. Присылала маленькие череночки мне Анастасия из канала «Своя закваска». Они укоренились. У нее хорошо. Она прислала мне укорененные. Я пересадила в горшке, они пошли в рост. И с них я тоже хочу взять черенки. Так как этот черенок уже укоренившийся, он уже разросся. И мне не хотелось бы, чтобы сейчас, на данный момент, на август, было совсем взрослое растение. Поэтому пару череночков я возьму с этого растения, тоже так же укореню. Вот такие череночки получились. Нижние листики я обрезала и также укоротила листочки более большого размера. Обязательно обрезаем бутоны, цветоносы, если они есть. И как предыдущие черенки я макаю в кортевин, немножко встряхнула в субстрат и приминаем у основания. С этого растения я возьму, вернее, два черенка укореню. Так как вполне достаточно будет, даже если один черенок хорошо укоренится, с одного черенка можно размножить большое количество. Это тоже большой плюс. То есть тратится уже, чтобы заказывать черенки, если это вегетативное растение. Мне не нужно будет, я могу размножить и таким способом. Подписываем. Где же взять черенки, если растение совсем взрослое? Конечно, вот такой костик у меня просто великолепный. Здесь огромное количество черенков, так как стрижка была проведена где-то в середине июля. Она успела сформировать хороший костик и множество молодых побегов, которые очень хорошо подходят для укоренения. Но если взрослый кост и много одервенивших побегов, то, конечно, ищите внутри кустика молодые росточки. Черенки укоренила. Теперь где их содержать, чтобы они у нас укоренились? Конечно, ставить на окошко, где на улице температура 30 градусов стоит жара, они повянут и тогда пропадут. Это ни в коем случае допускать нельзя. Поэтому окошко в данный момент для укоренивания не подойдет. Поэтому формируем где-то полочку с подсветкой и ставим обязательно под подсветку, для того, чтобы они у нас укоренились. Потому что солнечный свет, жаркая, когда на улице погода, им будет только во вред. Они поварятся у нас там под крышкой. И уже, конечно, мы не дождемся никакого укоренения. Они просто-напросто у нас пропадут. Поэтому не допускайте такую ошибку. Желательно, если нет подсветки, и вы пробуете укоренивать без подсветки, ставьте подальше от окошка, где есть рассеянный свет. Ну вот и все, друзья, что хотела вам рассказать и показать. Если понравилось видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить дальнейшие мои видео. Кликайте под видео на колокольчик. Если интересуют какие-то моменты по укорениванию черенков, пишите комментарии, я обязательно отвечу. Вам здоровья, удачи, и до новых встреч, до новых интересных видео. Всем пока-пока!